Добрый день, мои уважаемые зрители! С вами канал Сибирский сад. Сегодня мы с вами посмотрим, как все-таки развиваются цветы у такого прекрасного садового растения, как гортензия. Вот так великолепно, прекрасно она выглядит у меня осенью. Эти розовые, большие бутоны на очень-очень юных кустиках. Такие цветочки, зеленоватые, лимонно-желтые распускаются у гортензии в самом начале. То есть, как видите, гортензия цветет на молодых приростах. Это у меня метельчатая гортензия. Вот это сорт Фантом. Совсем юный я в прошлом году посадила. Видите, он только набрал цвет. Здесь уже костик начал распускаться. И на заднем плане у меня гортензия ванила Фрейзи. Вот справа видите картиночку, как она у меня цвела уже к осени. Цветки очень приятно меняют цвет вот с такого зелененького, лимонно-желтого цвета. Постепенно, не сразу же, но они становятся белоснежные. Слепительные белые. Видите, соцветие какое интересное у этой гортензии. Как белые мотыльки сидят. Она не плотная кисточка. Стерильные цветки у нее. Эти белые большие, это стерильные цветки. То, что маленькие внутри, крошечные, это фертильные цветочки. Так вот, основная красота вот в этих белых цветочках, которые покрывают. За счет того, что кисточка вот такая большая, но не густая, она очень хорошо выдерживает осадки. То есть, она не гнется, не сгибается. И цветение у нее, в отличие от всех остальных, моей гортензии, обратите внимание, она уже цветет. А соседние еще только набирают цвет. То есть, она цветет у меня, наверное, вот с начала даже июля, можно сказать, и до самого снега. Вот такие большие уже кисточки у нее. Здесь вот уже немножечко подросли, как вы видите. Вот такое цветение у фантома было уже осенью. А ванилла фрези еще меньше. Видите, соцветия тут уже начали из-под листиков появляться, но еще не распустились. Это ее тоже осеннее цветение. Вот в такие цветы она превратилась буквально через месяц. Даже меньше. Как видите, у гортензии у меня прикрыты, так сказать, ноги. То есть, гортензия, ну, как вы, наверное, знаете, переводится как сосуд с водой, да? Ну, это не значит, что он должна в болоте стоять, в воде. Нет. Ей нужен обильный полив. Тогда вот цветочки будут такие крупненькие, как здесь, кисточки большие. Ну, заливать, естественно, ее не надо. И желательно, кире обязательно, либо мульчировать ее, мульчировать чем-нибудь кислым. То есть, это, скорее всего, хвойный опад будет, кора. Либо можно, как в моем случае, помимо мульчи, у меня подсажены еще стелющиеся цветочки, которые закрывают почву от прямых солнечных лучей. Соответственно, гортензия не пересыхает. Цветет у нее каждый молодой побег, заканчивается вот такими кистями, бутонами. Весь вкус покрыт. Она вся в цветах. То есть, выглядит очень красиво. В наших сибирских условиях, конечно, это невысокий кустарник. Ну, по крайней мере, возможно, пока он еще молодой, сейчас у меня это невысокий кустарник. Обрезка производится примерно на 10-20 сантиметров. Что нам это дает? Мы ее можем спокойно укрыть на зиму. Вот видите, уже как увеличились соцветия у фантома, да? В отличие от тех, что я показывала буквально несколько минут назад. То есть, очень низкая обрезка позволяет укрывать ее на зиму или попадает под укрытие снегом. То есть, снегом ее засыпает, поэтому у нас она нормально зимует. В наших садах растет только метельчатая гортензия, древовидная и крупнолесная, к сожалению, не перезимовывают. Я привезла с юга широколесную гортензию, укоренила, высадила на лето. На лето она у меня там сбоку посажена. Но, к сожалению, забыла выкопать ее. Так что, будет эксперимент. И вот, я съездила в отпуск, поэтому немножечко пропущена. Уже наша гортензия в распуске. В полном распуске. Уже даже ванила фрези начала розоветь. Видите, какие здесь уже кисточки. Это плотно набитые, полностью из стерильных цветков кисти. Этот сорт у меня уже начал окрашиваться. Видите, уже розовый. Еще не бордовый, но розовый. И первый год зацвела на заднем плане фантон гортензия. Первый год достаточно много бутонов. Конечно, больше всего мне нравится ванила фрези. Я ее очень хотела. Вот она второй год. В прошлом году было два бутончика. В этом, вот уже она цветет у меня вся. Прекрасно перезимовала. Но ей я немножко повыше дала обрезку. Отошли более высокие почки у нее. Это вот фантом. Видно, какие они разные в окраске. Прошло еще немного времени. И вот наша ванила фрезист. Наш прекрасный розовый десерт уже стал полностью розовым. Цветочки у гортензии, чем мне нравится, здесь я ее уже обрезала. То есть частично они уже ушли в букет у меня. Гортензия прекрасно стоит дома в букете. Она может стоять в воде. А может также спокойно вы срезали и ставьте в сухую вазочку. И она стоит и год, и два, и три. Ну, если вы ее не совсем на солнце поставите. Где-то в другое место. Вот уже наступила осень. Уже все отцвело. Последний шиповничек. Вот розы отцвели. Ко мне ломочка такая подготовилась к зиме. Плотненькая. Плотненьким ковриком все закрыла. То есть уже ушли почти все цветы. Цветет пока петуния. Вся обильная шапкой. В каждом горшке этот вот сорт. Очень мне понравился. Я его оставила. Запоздалые цветочки. Вот василетчик еще цветет. Осень была теплая. Ну и продолжает радовать своим великолепием гортензия. Про что я вам и говорю. Расцвела она у меня в начале июля. Июль, август, сентябрь. А мы все цветем. Прекрасное, я считаю, растение для сада, конечно. Для украшения сада. Листики уже пожелтели. Но все равно она вся цветет. Сад весь желтый. Немножечко отвлекусь. Цветной, красивый. Вот такая груша краснолистная стоит. А тут такой вот у меня радостный сюрпризик. На яблоньке спряталась яблочко. Это вот мельба. Это летний сорт яблок. Конечно, мы их все уже собрали. Часть ели, часть еще кое-что в холодильнике лежит. И вот такое яблочко, обходя сад, я заметила. Спряталась под кустиком. Больше, конечно, я предпочитаю ранетки. Но яблонька у меня тоже есть одно деревце. Которое дотерпело до осени. Еще ранетки висят на деревьях. Несмотря на то, что они пожелтели. Вот там желтая ранетка. Вся макушка желтая у нее. Ну, куда без наших бархатцев. Эти осенние огоньки горят. Помимо того, что полезно. Вот под виноградом растут они у меня. Ну, и очень красиво. Уже цветут осенние. Октябринка распустилась на солнышке. Она тоже вот. И слишком яркое солнце. А так она так фиолетово светится. Ну, прекрасные такие осенние подарки. Как ежевика продолжает поспевать кисточки. Погода позволяет. Я уже много собрала. Но, тем не менее, она продолжает вот спеть и спеть. То есть, каждый раз мы приезжаем и собираем, пусть немного, но ягодки. Это ежевика. Black Satin сорт у нас. Бесшипая. Вкусная. Довольно-таки урожайная. Остатки еще тут. Вишни на ножках висят. То, что не собрано. То есть, сад осенью также продолжает нас радовать. Несмотря на осенние хлопоты, которые уже мы должны заняться. Уборкой виноград уже. Видите, тот сорт зелененький. Этот уже пожелтел мой. ЧБЗ. Черный бессемянный зимостойкий. Довольно много еще раниток висит на дереве. Продолжает сад нас угощать. Осенним урожаем. И вот при такой... Видите, вот самая макушка вся тоже в ранитках. Не знаю, конечно, мы их не соберем, но будет птичкам. Я так думаю, это тоже неплохо. И продолжает радовать нас цветением гортензия. Я надеюсь, вы посмотрели и тоже посадите на своих участках этот прекрасный цветок. Уход довольно-таки несложный. То есть, три раза за сезон желательно ее подкормить удобрением для гортензии. Кислым удобрением. Можно раз, два, три полить раствором лимонного сока, так как она любит кислую почву. И она вас будет радовать таким прекрасным цветением продолжительное время. С вами канал Сибирский сад. Заходите еще в гости. Посмотрим на другие садовые и не только растения. Полюбуемся, поделимся советами по выращиванию. И все у нас будет прекрасно и замечательно. Ставьте комментарии, кому понравилось. Задавайте вопросы, буду рада ответить. Продолжение следует...